Александр Поляков Здравствуйте, друзья! Меня зовут вот так, занимаюсь веб-дизайном и арт-дирекшном в компании Квартсофт, а также люблю писать капсом. И тема моего сегодняшнего доклада – это слово, от которого всех тошнит. И немного забегая вперед, хотелось бы сказать, что люди, которые стесняются задавать вопросы, поднимать руки, они могут позвонить или, точнее, нет, отослать смс на горячую линию в конце или в течение презентации. Так вот, тема сегодняшнего моего выступления – это слово, от которого всех тошнит. И месяц назад, когда меня первый раз спросили, о чем я хочу рассказать, тема была немножечко другой. Но за последние четыре месяца со мной произошло много интересных и забавных вещей, из-за которых мне пришлось изменить свою тему. Итак, слово, от которого всех тошнит. Что же это за слово такое-то? И это слово – стартап. Точнее, причина, которая влияет на успех вашего стартапа. Эта тема не давала мне покоя долгое время. И я долго хотел понять, что же, какие же факторы влияют больше всего на успех вашей компании. И сам-то я все-таки с 12 лет стартапер. Рисую рисунки за деньги. С братом основали компанию «Муж на час». Ничего пошлого. Ходили, ремонтировали дома и квартиры. И прошу вас поднять, друзья, руки. Кому хоть раз приходила идея в голову, надо что-то замутить. Ночью перед сном, либо в компании друзей. Прекрасно. Вот я тоже один из тех людей. Итак, инфосотка. Что же, какая главная причина, которая влияет на успех вашего стартапа? Я подобрал пять факторов, которые, вероятно, всего, повлияют на успех вашего стартапа. Итак, начнем с идеи. Кажется, что идея – это самое главное. И впервые, когда идея приходит в вашу голову, вам кажется, что вот-вот, это оно. И когда вы начинаете свое дело, думаете что-то открыть, вы думаете о том, что надо придумать крутую идею. Но тема успехов не давала мне все покоя. И дальше я подумал, что команда исполнения все же важнее всего. Слаженность команды, умение приспосабливаться к ситуации. И Майк Тайсон однажды сказал, что у каждого есть план, пока он не получит по лицу. Собственно, умение работать в команде и приспосабливаться к рынку, приспосабливаться к ударам, скажем так, по лицу от пользователей. А пользователи являются нашей посрединенной реальностью. Это, пожалуй, я думал, есть самое главное. После я задумался об… о чем я задумался? О бизнес-плане. Казалось бы, бизнес-план для начинающей компании – это очень важная штука. И именно бизнес-план предопределяет, насколько ваша компания будет успешна, насколько она будет прибыльна и так далее. Далее я задумался об инвестициях, что очень тесно связано с предыдущим пунктом. И, казалось бы, сложно получить инвестиции без бизнес-плана. Но достаточно много компаний получают инвестиции и при этом все равно прогорают. И, наконец, выбор времени. Мир готов к этой идее. Либо стоит немножко подождать, либо идея опережает время. И стоит опередить слишком рано, либо слишком поздно. Потому что появилось много конкурентов. Так вот. Если проследить за успехом некоторых популярных компаний, возьмем, допустим, эти пять. И приблизительно в десятибальной шкале выставить, что больше всего повлияло на успех этих компаний. А эта статистика, она взята не с воздуха. То есть, если это все представить в десятибальной шкале, то все это будет выглядеть приблизительно так. И многие компании-инкубаторы, которые берут начинающих ребят, которые делают свои стартапы, они ведут эту статистику успехов и провалов. И иногда выкладывают статистику по популярным брендам. И вы можете заметить, что именно время, допустим, в этих конкретных случаях, но они на самом деле не уникальны, таких много, именно время является решающим пунктом в становлении компании, в ее успехе. Итак, позвольте привести вам несколько примеров. Позвольте привести вам несколько примеров. Возьмем за пример YouTube. До YouTube, кажется, в 1998 году была такая компания Z.com. Эта компания и является основополагающей компанией, которая придумала идею YouTube. Но в те годы широкополосный интернет… Микрофон тяжелый, простите. Широкополосный интернет не был так развит. И люди не могли смотреть онлайн свои видео. И идея прогорела. Хотя были огромные инвестиции, была слаженная работа команды, и идея была супер. Идея была супер. Но время, именно время, было подобрано неправильно. Чуть позже, спустя два года она закрылась. И еще спустя какое-то время Adobe компания немножечко поработала над своими кодеками, Adobe Flash, и видео стало возможно запускать и смотреть онлайн без проблем. И чуть-чуть позже, двумя годами, запустилась компания YouTube. Запустилась без инвестиций. При этом идея была уникальная. Хотя она была придумана, но не заюзана. Идея была уникальная. Исполнение было на высшем уровне. Инвестиций не было. Они думали, они прогорят. Но спустя какое-то время… Что произошло? Мы все пользуемся YouTube. Это самый популярный видеохостинг в мире. И так далее. Компания Airbnb. Все знают, о чем занимается эта компания. Стоит немножко объяснить. Ладно, объясню. Компания Airbnb занимается тем, что объединяет два слоя потребителей. Это те, которые отдают свою квартиру на съем неизвестным людям. То есть выкладывают объявления. И люди, которые хотят снять эти. Компания сначала не привлекла достаточно бурного интереса инвесторов, поскольку все люди думали, кто согласится давать свои квартиры незнакомым людям. Но компания была открыта в разгар рецессии, когда людям очень нужны были деньги. И поэтому люди переступили через свое несогласие сдавать свои квартиры неизвестным людям. Проект стрельнул. Проект сейчас один из самых популярных. Следующая компания и пример ее успеха – это компания Uber. Компания Uber занимается привлечением водителей в свою систему для дополнительного заработка. Что-то вроде BlaBlaCar. Компания Uber стрельнула именно в тот момент, когда был полукризис или совсем кризис, когда водителям нужен был источник дополнительного заработка. Водителям он до сих пор на самом деле нужен. И водители начали активно заходить в эту систему, пользоваться ей. То есть там разные услуги водителей. Теперь немножечко о наших проектах. Первый проект, который стал нашим дебютом, мой и моей команды, это не относится к Wordsoft, это компания REST. Компанию REST мы запустили совсем недавно, буквально месяц назад. И мы думали, идея самая важная, действительно идея, людям очень нужна была доставка. Люди хотят кушать, ниоткуда доставить, ни логистика не настроенная, ни заказы на вынос. А еду все любят. Даже я, как видите. И что дальше? Мы ничего абсолютно не начинали кодить, ничего не делали. Мы хотели понять, пришло ли время. В чем мы в конце концов убедились. Спросили у ресторанов, рестораны не против, спросили у пользователей, пользователи за. Да и собственно и спрашивать не нужно было. Идея и проблема зрела давно. Людям нужно было простой, удобный способ доставлять, получать еду на дом. И таким образом мы запустили RESTO. Проект, который существует уже месяц, у которого более несколько сотен заказов в месяц, более 10 ресторанов и куча-куча пользователей. Мы запустили сначала вот такой вот лендинг, который собрал с пользователя номера. Это немножечко учит нас тому, что не стоит сразу делать, собственно, лайнер. Не стоит сначала сделать самокат. Понять, нужно ли людям. Понять, созрела ли аудитория. Есть ли потребность. Люди пооставляли нам своих контактов. Это около тысячи уже на данный момент. Хотя лендинг уже не работает. Мы поняли, что это нужно. Рестиком нужно. Все, шутки запустились. Вот сейчас так выглядит наш сайт. Следующий пример. Это компания PullVape, которую я запустил буквально 3 месяца назад. Но начала она активно развиваться буквально на прошлых выходных, насколько я помню. Чем мы занимаемся? Сейчас эра электронных испарителей. Несколько лет назад это появилось в Америке. Электронные испарители, которые активно заменяют людям сигареты. Люди счастливы, люди довольны, люди чувствуют себя лучше. И так далее. Вы можете увидеть небольшую эволюцию, которая произошла. Вот зачеркнутая раковая палочка. И от нее дальше мы видим, что электронные сигареты, они электронными сигаретами не могут называться, электронные испарители, начали развиваться, принимают все больше и больше размеров, все больше вкуса, все больше вдыхаемого пара. Вот. Мы не стали терять тенденцию. К нам это пришло совсем недавно. В Америке это уже давно развито. И, как оказалось, да и, собственно, по моему примеру, более 60% людей, для них это не просто способ бросить курить. Для них это и небольшая игрушка. То есть большинство девайсов выглядит красиво, выглядит симпатично, им приятно, удобно пользоваться. Мы решили не успускать эту тенденцию и запустили свой прототип испарителя с названием Erection. Это было поздно ночью, я очень хотел спать. И, вы знаете, иногда хочется придумать какое-то название. Да, простите. Иногда хочется придумать название, чтобы оно звучало мощно, дерзко, круто. Ну и перебираешь в голове action, action, direction, direction. Ну и что-то мне пришел эрекшн, и я не подумал о том, что оно так и переводится на русский язык. Вот так будет выглядеть наш продукт. Этот продукт, как и в примере с REST, мы не начали лезть вперед. Мы сначала запустили предзаказы. Понятно, сколько это нужно людям. Проназиров рынок, мы поняли, что это нужно людям, что люди этим интересуются. Но нужно было понять, насколько интересна именно эта модель. Потому что представили мы ее абсолютно без всяких технических характеристик, без элементов окраски, без ничего. Просто дизайн, просто прототип. Насколько людям это интересно, насколько красиво, классно. Я сделал пост. Сделали мы 3D-модели. И я начал спамливать многие профильные ресурсы по электронному парению. Чтобы понять, насколько людям это интересно, насколько круто. И вот мы можем видеть, какие комментарии последовали от пользователей. Засунь себе обратно. Какого черта? Собственно, сейчас я буду читать. Всего лишь подумайте. Так, небольшая предыстория к этому комментарию. Значит, мы, чуваки, которые парят, мы подходим к друг другу, и когда у кого-то новый девайс, мы спрашиваем, о, чувак, что это у тебя? Здесь, собственно, это же ситуация. О, чувак, что это у тебя? Эрекция, чувак, эрекция. Начали это обсмеивать. Далее. Кто-нибудь захочет, собственно, трогать губами то, что называется таким словом? Еще раз. Самый интересный комментарий. Это не худшая идея. Никогда не знаешь, что внутри. Хочу купить, но боюсь, что Кличко выскочит и натерет мою тощую задницу. А также… Ну, что-то типа засунь туда же. Люди даже не поленились лесенку сделать для меня. Хрень. На что я ответил спасибо, ребята. Итак, на следующее утро, немножко возвращаюсь к этому, на следующее утро я проснулся, начал читать эти комментарии, понял, что это жуткая ошибка. Мало того, что назвать ее рэкшн, а еще и выложить это без всяких технических характеристик, конкретных и так далее. Но к вечеру я не стал судьбу морочить и не стал проверить почту. Ближе к вечеру 40 предзаказов. Через два дня 100 предзаказов. В текущий момент более 400 предзаказов. Вот такие дела. Это тоже нас учит тому, что… Я прошу прощения, а ты ведешь учет, кто заказчик? И может быть, женщины это интересовали? Надо будет провести исследование. Ну, все заявки уходят мне на почту, и там только имейл, предлагаемая цена и комментарий. А, имя. Имя, точно. Составлю себе список. Вот. То есть я считаю, что этот проект довольно-таки успешен на его ранних стадиях. Мы уже получили более 400 предзаказов за более чем 10 дней. Осталось найти, как выпустить. То есть это нас еще раз учит тому, что продайте сначала свою идею, а потом двигайтесь дальше. Поймите, нужно ли это аудитории, пришло ли нужное время для этого продукта, для этого сайта, для этого сервиса. И дальше вы, как только вы продадите, поймете, что все так, как и должно быть. Произвести, сделать, задизайнить, сделать разработку. Это уже второй вопрос. Далее. Компания, которую сделал я более пяти месяцев назад, но также начал развивать буквально недавно после успеха REST. Это компания The Mock. Значит, это The и Mock как Mock. И, как можете видеть, там две детальки LEGO. Этот проект пересекается с моим хобби. Это конструировать из кубиков LEGO. Я увлекся этой темой очень давно, более года назад. Ну и LEGO это такой элитный конструктор, очень дорогой, поэтому тратиться на него столько, сколько мне хотелось, я не мог. Поэтому я скачал программу, в которой все это можно делать официально от LEGO и начал там делать. Я думал, что я должен построить, что я люблю. Я люблю машину. Я люблю компанию Mercedes. Я начал делать Mercedes. Вот сейчас так выглядит наш продукт. Мой. Мой наш. Компания чем занимается? Мы уже взяли более двух, два проекта, один еще на рассмотрении. Чем мы занимаемся? Мы делаем, мы берем самоделки из LEGO. Это все делается своими руками. Это не готовый набор. Это человек придумывает в программе, потом заказывает детальки, строит это. В данном случае были еще придуманы все наклейки, были напечатаны на 3D принтере диски и сделана эта модель. Чем мы занимаемся? Мы взяли уже два заказа на самоделки людей. Мы их отобрали. Отличные самоделки. Самоделки очень крутые. И мы занимаемся их продажей. То есть поиском клиентов, поиском людей, которые заинтересованы в той или иной модели. Делаем им оформление. Это сейчас пробное оформление. То, что там написано. Это вот как те комментарии про электронное парение. И ищем клиентов. На данный момент на те два проекта, которые мы нашли, их себестоимость 300 и 400 долларов, найдены уже клиенты на более чем 1000 долларов, которые готовы их купить. Но, опять же, мы не можем это все продавать без должного оформления. Сейчас ищутся технологии печати наклейки. Наклеек, чтобы они были мелко напечатаны, разрезаны. Делаются коробки, делается дизайн, чтобы это все презентабельно выглядело. Вот это вот моя модель Mercedes G63MG. Она полностью радиоуправляема. Все светится, фары ездят, рулится, все дела. Все со смартфона. И вот вид сзади. На данный момент я потратил на нее около 800 долларов вместе со всеми коробками, со всей чепухой. То есть детальки 700-800 долларов. Евро точнее. Евро. А какого она размера? То есть ты говоришь, что она размера… Ну вот, iPhone пятерка рядом стоит. Это А4 лист по габаритам. Более 2200 деталек. Потратила на нее 700-800 евро, плюс этой всей рекламной штукенции. И сейчас найден покупатель на 2800 евро. Это не конец. Мы все пытаемся, пытаемся, пытаемся подороже пропихнуть это, потому что это премиум класс игрушка. Очень много богатеньких людей, которые готовы отдавать за эти деньги. И вот этим ей занимается. Итак, факторы успеха наших стартапов. То есть трех. REST, Pool, Vape и TheMock. Здесь уже я выставил по 10-бальной шкале баллы, что больше всего повлияло на успех. И здесь можно видеть, что у REST, вам стоит объяснить, вам интересно послушать по каждому пункту, что, почему, как выставлено. Хорошо. REST. Идея была очень важна, потому что у людей была потребность. Сама идея доставлять эту еду, все, что было автоматизировано. Человек заходит на сайт, выбирает блюда, выбирает ресторан, заказывает все автоматизировано, тебе уже переводят готовый продукт. То есть сама идея людям очень понравилась, людям это нужно было. Далее. Команда и способность исполнения, и способность приспосабливаться, собственно. Была проделана огромная работа по привлечению рейстиков, по привлечению клиентов в систему, по обработке заказов. То есть это требует больших энергозатрат, это требует большой отдачи, то есть все контролировать, все менеджить, чтобы для пользователя это выглядело как очень быстро автоматизировано и круто на высшем уровне, как будто этим занимается компания 100 человек. Приходится команде из трех человек вот хреначить конкретно. Далее по компании PoolVape. Идея сама по себе не нова. Идея самих вот этих электронных испарителей она уже довольно-таки стара. Поэтому я ей не дал большого балла, но исполнение и команды ну команды здесь не было. Исполнение и способность приспосабливаться, короче, скажем, это исполнение. Я ей дал 9 баллов, потому что именно исполнение, то, как она была сделана, очень зацепило людей. Они в комментариях писали, что дизайн простой и clean, короче, простой и стильный, скажем так, да, и сравнивали с продуктами компании Apple, что было очень приятно, конечно, но я так не считаю, но было приятно. Далее. А, я по ресту не закончил, простите. Именно бизнес-план и инвестиции, их абсолютно не было. Бизнес-план мы начали писать. Это в тот момент, как раз, когда я задумал, что бизнес-план очень важен. Но бизнес-план ни черта не дал, к сожалению. То есть мы выписали, писали, писали, писали и поняли, что на самом деле гораздо важнее, чем построить компанию с нуля, вот правильно с бизнес-планом, там какие-то денежку выложить, контролировать, все это. Намного важнее стартануть и подстроиться потом под все эти бизнес-планы и сделать их впоследствии. То есть очень важны были сроки. По полу и по далее. Идея не особо важна была, 6 баллов, но все-таки не так много, 9 баллов за исполнение, финансирование и бизнес-план. Это довольно-таки низкие показатели, 4 балла, но бизнес-план для этого проекта не нужен, я считаю, до сих пор. Он не нужен был тогда и не нужен был до сих пор. Финансирование как таковое не нужно, потому что все деньги, полученные с предзаказов, на них и будет выпущено определенное количество продуктов. Выход вот этого продукта, который я вам показывал, вот полу вейп, он состоится в сентябре 2016 года. Далее. И время. Самое важное это время. Ему я поставил 10 баллов, как и предыдущему проекту, потому что именно время, именно эта волна тренда электронного парения. Люди начинают, люди пробуют, людям нравится, люди кайфуют, что они, конечно, избавляются от пагубной привычки. Привычка в тысячу раз менее вредной. Именно за это я поставил 10 баллов, потому что это тренд. Это попадание в тренд. Это важно. Далее компания Замок. 4 балла за идею, потому что сама идея лего, машинки, все уже давно изобретено, здесь нет никакой инновации. Исполнению я поставил 8 баллов, потому что именно исполнение продукта, то, как он выглядит, то, какие технические характеристики он имеет, это именно и повлияло на желание его купить. Бизнес-плана здесь нет, никакого не может быть. Инвестиции 7, потому что все-таки 700 евро это такая сумма, немаленькая. И именно время. Почему время? Потому что, забыл рассказать до этого, потому что я делал его около 10 месяцев и пытался продвинуть путем, ну, разными путями. Я писал в Mercedes, предлагал им какую-то часть, то есть сделать аукцион под их гидой, и какую-то, естественно, благотворительность. Им это неинтересно, они продают машины. То есть я вроде как увидел в их письмах заинтересованность, но это просто были фантазии мои, сладкие. Они просто из уважения. Да, они просто из уважения, но на самом деле им это неинтересно, они продают машины, они не хотят с ним связываться. Тем более, если благотворительность, это там счета открывать, все такое. Далее, я это все пытался делать именно в пик. Это было той осенью, это был пик, когда люди строят свои самоделки, выкладывают их в интернет. И мой проект просто потерялся, потому что очень много известных чулаков, которые это делают, я не наведу. Я выложил этот проект буквально недавно снова в сеть. Начал писать продавцам, которые мне детальки продавали. В общем, именно весна, это затишье, именно весной он выстрелил и начал набирать все больше и больше цену, такую аукционную. И поэтому мы растем. Далее, факторы успеха. Подытожим немножечко. Можем видеть, что выбор времени, как итог, являет собой 42% разницы между успехом и провалом компании. Далее идет команда исполнения. Именно способность подстраиваться, способность сделать успешный продукт, далее после выбора времени и подстраиваться под потребителя, который есть в нашей реальности, составляет 32%. Далее идет идея потенциал. Третьим местом, ребят. Не то чтобы идея не сильно важна. Она важна, но она занимает довольно, далеко не ключевую роль в становлении начинающего стартапа, проекта. Всего лишь третье место. Ну и дальше бизнес-план и финансирование на последнем месте, потому что, я считаю, довольно-таки логично, потому что впоследствии под бизнес-план можно подстроиться, запуститься, подстроить под потребителя, под то, что ему нужно, а финансирование успешная компания, которая запущена вовремя и великолепно сделана, имеет хорошую идею, получит рано или поздно, если это им нужно, хорошие инвестиции. Итак, нет, не так. Подытоживаю, я хочу сказать, что начинающие компании делают мир лучше, я считаю, это отличный способ что-то поменять, что-то привнести, интересное, классное, прокачать себя, и главным фактором является время для этого всего. Анализируйте, вы должны понять, что нужно вашей аудитории, и приходите в Квардсофт учиться. Приходите в Квардсофт, да, Квардсофт очень сильно повлиял на меня, очень много меня научили, лучшие из лучших, и поэтому я вот такой вот запустил. А теперь... это вообще надо было в бизнес запускать. Так, вопросики ваши можно. Если у кого нет вопросов, а вы только были руководители с контактов своих? Не было. Мерседес за марки из Бразилия. В смысле, за продукт плейсмент? Да, да. А этот продукт не будет продаваться с логотипами, это невозможно, к сожалению. Лего должна быть? Нет. Ну, мы еще это устаканиваем с юристом, с нашим, потому что хотелось бы обойти этот закон, потому что, сами понимаете, логотипы популярных брендов привлекают внимание. И если там не будет Лего и Мерседеса, не сказать, что это особо важно, влияет на продажу, но это будет не так круто выглядеть, не так привлекать внимание. И вот мы ищем вариант обойти это. Грубо говоря, хоть убрать в слове Лего одну букву, чтобы она выглядела как Лего, но не являлась Лего, уже не то. Да, да, да. А Мерседесу еще одну лучше добавить. Далее. Да, хороший вопрос. Были неудачные стартапы. Один из примеров это тетрадь для бодибилдеров. Да, раньше мне нравился бодибилдинг, сейчас мне нравится еда. Это прослеживается в конве. И это была тетрадь. Она называлась Gain Note. Не Gain Note, а Gain Note. Gain достигать. Достигатор, да. И там все это, то есть вот я занимался в зале активно, и я замечал, что люди вот в тетрадках, у них там все исковерканно, они пишут таблицы, сколько подходов, сколько упражнений. И я хотел это все стематизировать. Увидел проблему, попытался решить ее. Но тогда фитнес бума не было, когда я это делал. Фитнес бум наступил, по-моему, пару лет назад. Сейчас модно заниматься, сейчас круто заниматься, сейчас очень много блогеров на этом поднялись, зарабатывают миллионы долларов, потому что людям интересно. И тогда это провалилось. Я сделал таблицу, там веса, подходы, в итоге в конечный вес, в картинке, там картинка весов была, человеческое тело разлиниел, чтобы, я думал, людям интересно будет зарисовывать именно те группы мышц, которые они сегодня качали. Хотя на деле это оказалось полным булочек, потому что никому не интересно рисовать, когда у него занятия. вот, и это провалилось, провалилось, я общался с тренером, с нашим, с Титаном, мы с ним вместе это пытались разрабатывать, но провалилось, потому что не было спроса, фитнес был не популярен, это была не волна. Буквально через год, даже полгода, несколько месяцев, знаете, паблик Deutsche.com, ну, в общем, один из самых, или самый популярный фитнес паблик, в общем, они выпустили такую тетрадь, не украли наш дизайн, но выпустили свой, очень многие другие ребята выпустили подобную тетрадь. Идея была не столько свежа, но именно они вот попали в это время, в фитнес бум, и люди начали покупать. Вот так, это неудачный пример. Что, что, просите? В Краматорске. Кварцов находится, вы имеете в виду локацию, да? Кварцов находится, Арджиникиц 10, а прийти туда учиться, довольный, учиться, не прав? Не прав? Кварцов находится 10, корпус 4, но еще неделю назад как мы не забивали, это да? Алекса Тыхова. В данном он не указывал. Да, в общем, Арджиникиц по скверу, да, как-то. Ну, нет, позвоните Марине. Да, вы звоните Марине. Вы звоните Марине. А в Кварцов попасть довольно-таки просто. Нужно заниматься, достигать, что-то делать, стараться и так далее. Я так туда попал. Фотошоп, фотошоп и только фотошоп. Ну, а потом дальше. Здравствуйте. Это мой личный бизнес. Это не связано никак с Кварцов. Это не мешает работе. Я его делаю в свободное время. Пока все спят. Пока все спят. Да, пока все спят. Площадки для запуска стартапа. Как продать? Я могу использовать… Давайте просто задаем вместе. Я лично использую площадку vix.com, на которой я делаю свои лендинги, покупаю домины. И там уже все дальше по нарастающей. Google AdWords либо там Яндекс.Директ. Профильные паблики. На самом деле, по развитию, по продвижению компании PoolVape это очень-очень кропотливая работа. Это была целая ночь. Это было более… Да-да-да. Это было более 40, кажется, всяких профильных форумов, ресурсов по вейпингу, на которые приходилось постить эти фотки, постить это описание. И, кстати, агрессия людей очень помогла. Именно агрессия к тому, что почему эрекция? Я так, как было, все оставил. Да-да-да. Это один из факторов, которые очень помогли. Черный пиар. Люди начали агриться. Типа, почему? Что это такое? В итоге другие люди, те, которым пофиг, те, которые не ходят в школу уже, ну, старше, они им все равно. Что-что? Да-да-да. Что, что просить? Возможно. Это не мешает их продавать. Это ваше личное дело. Если вам мало, если у вас есть жажда. У меня есть жажда. Мне как бы мало было реста, я еще тот запустил, тот запустил, потому что есть идея, я прогнозировал, вроде понял, что самое время. Надо находить просто время на все. Не мешает, конечно. Не обязательно. Не обязательно. Не обязательно. Важен анализ. Важно понимать, что нужно людям. Если людям это уже не нужно, то, конечно, это будет, скорее всего, убыточный стартап. Пожалуйста. Анализ рынка. Только анализ рынка. Ваши оба вопроса, они абсолютно смежны с понятием, с занятием анализа. Потому что кто-то первый увидел, кто-то заметил, подумал, что круто. Это же на примере селфи-палки. Селфи-палка появилась, ее там, по-моему, какой-то китаец сделал. Нет, сначала кто-то сделал, но оно не приобрело популярности. Но потом, по-моему, очень давно еще, раньше, чем вот этот тренд. Потом кто-то просто возродил эту идею, какой-то блогер об этом написал, все, начался бум. То есть это сложно отследить и понять, что вот это понравится. Скорее всего, скорее легче отследить, когда уже бум пошел. Когда вы видите, что популярность развивается, все, надо делать. Но надо делать при этом что-то. Интернетом. Если вот вбиваешь трендс, трендс 2016, трендс 2016 in web design, трендс 2016 in products, например. Да, да, все просто. Все просто. Кстати, вы можете задавать любой вопрос по веб-дизайну, по варк-дирекшну, если вам интересно, если никого я не удовлетворил. Что-что? Да, да, да. Так, ребята, я понимаю, что тема достаточно интересная. Вы можете потом к Александру или после конкуренции подойти. Ты сейчас уезжаешь? Нет. Горящая линия свободная сегодня до шести. Так, кстати. Воспользуйтесь, пожалуйста. Александр, я понимаю, что у тебя тоже сквозный час, но, увы, время не будет. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И в завершении... АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...